всем доброе утро я уже зала вернулась помыла в зале голову как клевица теперь зашла в магазинчик купила я это салатик в рв очень вкусный хлебушек чья вам понравился саши купила и кстати мандарины красиво выглядит покупала мандарины у нас уже мама с утра пораньше ногти пришла делать ничего не с утра 11 еще нет ананасик йогуртик простой еще такой не купила смотанку и этот имбирь саша с лимоном как сделать чай уже заболел у нас масло вот реки красивые мандарины ну вот прям на ощупь классные и на виткам и глазки на чем-то обработано я помыла а это да все творожные есть нагруженные до творожные мама раньше по два приносил один творожный один вишневый ну такую большую семью что то есть теперь три творожных на ужас короче похудеешь тут разве диетически сейчас сделаем чайочек кстати я еще не завтракала как раз сейчас хорошо зайдет вот я тебя и поймала сейчас еще придет она этот несет и еще придет вернулась белочка саша белочка вернулась орешка взяла одно и убежала но сейчас может меня испугалась не знаю вернется не вернется супер начнут теперь докидывать все ома у нас уже сегодня была ногти ей сделала она убежала артем привел детей домой садика ну убежала на автобус и садика со школы и тимур сегодня так хорошо защитил свою работу про гарри поттера дать ему не что мы решили что сделать отметить это дело мороженым мороженым тимуркина в любимом мороженым нам все равно нужно в город потому что мне надоели милане уже сапоги вот эти которые вечно шуршат она стаптывает их вовнутрь короче испортит себе ноги конкретно я уже решила хватить идем сегодня купим ей другие потому что те черные что у нее есть они как бы тоже такие не жесткие я хочу именно конкретные нормальные обуви купить ну и вот и заодно сходим купим мороженка не кашляем сопли на нас равно лучше чем нашему папе папа сегодня совсем сломанный лежит бедный папа попил сейчас молочка с булочкой и пошел опять кроватку а мы сейчас сгоняем город сделаем все что запланировали и потом придем будем готовить куриные крылышки круто зашли в обувной выбор никакой на те которые ты мерила принеси пожалуйста обратно да да их надо поставить на место не знаю такие не хочется брать такие вроде тоже уже нет смысла может вот такие милан все таки то что если я представляла здесь нет неужели придется другой магазин идти милана пыталась сама себе выбрала вот эти пыталась их померить но она не смогла туда ногу засунуть размер ее но видно узкие что делать будем а вот такие ну пошли торговый центр заодно мороженое поедим у меня вкусная банановая а у меня банановая и жвачная и клубничная у тебя какой у меня шоколадная и и каица вкусно банановый какой вкусней мой или твой твой мой мне не первый раз беды банановый тимур сказал что здесь самое вкусное мороженое из тех что он знает так что заходите попробовать окружблаза город а второй этаж или первый какой-то человек один раз подняться короче а мы продолжаем уже в третьем магазине зашли как такое может быть покажи это 30 33 а это какой-то 30 30 пожалуйста 2 32 померя и не надо их задирать они могут вовнутрь пойти но видишь если большие то неудобно зачем уже на следующий год не берем берем на этот стань пожалуйста не знаю это уже третий магазин и выбора никакого взять другой те размер вот здесь есть 32 на померь 32 стоит 30 евро но тут стоит что на все еще 30 процентов скидки я не знаю будет скидка не будет если будет на счет 2 то ли получается я уже полон сайт думала мы сегодня вообще ничего не купим и тут наткнулась вот но такие кожаные тепленькие снутри на замочке в общем она говорит что удобные дождет надо разут и короче это последняя пара поэтому 75 процентов скидка 15 евро стоит как раз ее размер потому что я здесь не могу прощупать как она там тебе мне кажется что хорошо она тоже говорит что хорошо просто ради интереса хочу померить какой размер ноги у милана давай снимаем эти берем да тебе нравится удобные это просто кошмар в городе вообще брать нечего есть как бы шуи центр неплохое но нужно ехать на машине до туда так как мы сегодня пешком я уже думала что все сейчас последний магазин здесь так прошлась вроде ничего не вижу все думаю сейчас пойдем домой ну вот буквально в последний момент увидела что последняя пара вот раз наш размер 33 тепленькие ну поставь ножки встань полностью подвинь встань все ого выпрями пальчики показывает 34 но у милана не 34 размер у нее нет ни одной обуви 34 и даже эти которые 33 34 не большие шлепают значит эти едь точно должны быть неплохо то что они не жали палец точно мне казалось что может быть палец слишком далеко ничего 34 типа на границе 33 34 конечно фирма зависит типа по их совету же на 3 4 брать но уж нет теперь будет шлепать все ладно берем эти обвайся и пойдем как тебе уже лучше можно спать сколько хочешь всем привет но я в 6 30 я разбужу я решил один день на работе прогулять все таки на больничном короче у нас аж готовится целый противень куриных крылышек соус сделала вкусный салатик наверное сюда сюда это все нам нам с твоим вдвоем одним знаешь почему потому что тимур уже с нами не дождались тимур доедает вчерашние чебуреки погрел наш артем пришел с бокса и притащил коробку пиццу заказал по пути игры это что за новости такие он сказал я наслаждается своей жизнью он хочет пить и значит пицца понятно понятно хочу пить и миланка там уже короче ничего все наедятся пойду спать и мы с тобой будем наслаждаться вечером может даже фильме сколько посмотрите выходной завтра температуры нету вот это же самое что у меня было меня был один день такой температуры это небольшая ну вот чувство такое как будто я не знаете обожаю прям давито пуша пульсирует где-то да такая как глумая я скажу честно я пять лет не брал больничных на работе не считая операции делала а вот такой именно по другому состоянию первый раз то не сказал надо ответить на вопрос какой то потому что мне много скринов да и надо же отвечать людям вот но танюша хочет в этом году делать рассаду снова а то время подходит уже и можно высаживать хочу еще раз сказать что люблю ваши видео и смотрю все без исключения это тарифанова анастасия конечно будет рассаду спасибо удар оденется уже начинай да наталья будет покупать магазин нет я буду делать и у меня еще семена есть я думала что все нафиг я пойду и куплю готовую но год прошел и мне снова хочется но я не буду вот так вот знаешь как в прошлом году цацкаться я решила я посажу сразу в отдельные горшочки по несколько семечек и только они зайдут чуть-чуть меня порадуют и надоедят мы их отвезем на дачу в спальню в ту комнату поставим потому что я заметила прошлом году когда мы их туда отвезли и поставили они прямо так тянулись там света много там солнце там подоконник понимаешь там лучше идет и они меня раздражать не будут и если в конце концов не там не пойдет что-то пойдем купим другие прошлом году было очень много помидор но не успели больше половины созреть потому что я их поздно высадила надо в этом году подсветить пораньше даже как вы помните долго грядок не было еще от погоды зависит в этом году погода шикарная уже можно высаживать так помню александр говорил про новые часы сна что за пару часов перед работой выспался высыпался я экспериментировал с часами мы все мы люди разные кто-то больше кто-то меньше я начитался рассмотрелся что были много было много разных знаменитых людей которые спали по четыре часа сутки я хотел себя на этот режим вывести они жили долго достаточно вот я хотел себя на этот режим вывести но понял что не получится потому что мне не хватает я сплю где-то четыре с половиной часа до работы и два часа досыпаю еще днем но стараюсь два часа досыпать если получается если нету меньше бывает меньше бывает даже все три но в принципе от шести до семи часов в сутки я сейчас сплю деля их на две части и вот это да этого мне принципе хватает если я сплю по четыре часа в сутки я могу выдержать два дня максимум три все на 4 я просто разбитый в хлам и у меня нет неплохо держишься скажите у меня абсолютно нету не мотивации что делать никаких ты идей в общем у меня по поводу полностью овощи абсолютно так что четыре часа сутки не мою 67 часов да еще против ура хочу спросить он делает аллергия укол или нет помогают ли они нет мы решили пока не делать у нас другой аллерголог тут есть которому мы сейчас ходим детском он заодно аллерголог но он сказал что пока нету необходимости что как бы не все так плохо мне кажется это даже и выгодно наверно врачам некоторые специально в тюхе мы ничего особо никаких профилактик симура не делаем по его аллергии ну нос закапываем шмаркой смотрим чтобы это самое да закапываешь носом регулярно не регулярно смотрю когда обострение допустим тогда да никаких от собаки мы контакты от него не убрали белье вот это вот он до сих пор использует да для аллергиков игрушки у него есть кружки какие то он не играет уже с ними они у нас отдельно там все в тумбочку сложили ну хотя нет нет бывает кровать затащит себе мягкую игрушку в общем мы сильно не заморачиваемся и пока ему сильно не мешает как бы не трогаем я думаю что может быть если это не настолько все ужасно и более-менее ну как бы тогда может быть он перерастет то есть если постоянный контакт то организм как-то адаптируется посмотрим пока тьфу тьфу последние года или год бронхита у него такого не было да ничего такого серьезного да барахист это моя тема я родился с бронхитом у меня были проблемы внутри перерос но я не перерос меня увезли просто с украины в украине врачи посоветовали или к морю уехать или в лес вот в леса так что мы уехали в латвию там и леса и море недалеко в общем как-то видео публиковать хочу видео для вас вузили саша мы с тобой заболтались походу такие уже копчененькие то не может ничего но уже пора короче вот и наш ужин подошел салатик курчанские вкусные получились и соус приятного нам аппетита и всем спокойной ночи знаешь в чем они кто я потом покажу какой соус покупал